Для депутата Владислава Рымши 2021 год выдался более чем продуктивным. Это его первый созыв в Совете, но не давая себе времени на раскачку. Народный избранник сразу включился в активную работу, что принесло свои плоды. Самое главное достижение – реконструкция проезжей части от дома 48А до 28 дома по улице Советская. Долгие годы пешеходам приходилось делить эту территорию с водителями. Теперь здесь расширенная проезжая часть и тротуар. Доступная среда для маломобильных граждан – новое освещение и озеленение. Было страшновато. Я очень боялась, потому что не знаю, как поведет себя человек, который двигался в машине. И поэтому сейчас, когда появилась доступная среда, тротуары, мне кажется, будет попроще. Реализация этого и многих других проектов была бы невозможной без поддержки администрации округа, лично главы муниципалитета, депутатского корпуса и профильных служб, в частности, дорсервиса. Один в поле не воин, поэтому для того, чтобы реализовать тот или иной проект, требуется не только воля жителей, либо мое желание, но и поддержка со стороны администрации и служб, которые работают на благо нашего города. В этом году мы планируем акцент сделать на ремонт подъездов. У нас запланированы ремонтные работы в таких домах, как ПЛК 46, 48, 74 и 58. Затронули и комплексное благоустройство придомовых территорий. Преобразилось несколько дворов на проспекте Ленинского комсомола. У дома номер 74 появилась новая спортивная площадка. Масштабного благоустройства не было давно, с самого основания дома. Дома 42 года, то есть за 42 года. Это первое благоустройство. Хочу выразить, конечно же, слова благодарности нашему депутату Владиславу Олеговичу Рымше. Замечательный депутат, замечательный человек. Он слышит нас, жителей, прислушивается к нашему мнению. И благодаря ему, в общем-то, все, что у нас здесь благоустроено, вот спасибо ему огромное за это. Высаживаются деревья и кустарники, устанавливаются камеры видеонаблюдения. На избирательном участке Владислава Рымше многие дома подключены к программе «Безопасный регион». Активно народный избранник участвует в благотворительной деятельности. Совместно с телеканалом «Видное ТВ» провел два марафона по сбору средств на лечение нуждающихся детей. В жизни каждого человека происходят моменты, когда, ну, наверное, мне так кажется, во всяком случае, когда наступает момент, когда ты можешь посвятить себя обществу, ну, жителям обществу. Вот, наверное, вот в 2019 году наступил тот момент, когда я хотел реализоваться как депутат, как человек, который представляет интересы жителей нашего округа. На мой взгляд, муниципальный депутат – это тот человек, который должен и душой, и сердцем болеть за жителей, которые его избрали на этом избирательном участке. Минувшая аномально снежная зима также показала эффективность работы депутата. Привлекая личную уборочную технику, вместе с жителями выходил на субботники по уборке территории от осадков. Организует Владислав Рымша и праздники для населения своего округа, ближайший пройдет в честь Масленицы. Приглашаю всех жителей нашего округа, приходите, будет, как всегда, весело, вкусно и интересно. У нас два адреса на сегодняшний момент. Это ПЛК-78, вот это первая площадка, там 5-го числа в 3 часа будет. И площадка домов 70-72 по улице ПЛК тоже в 3 часа, соответственно, 6-го числа. Принимает участие муниципальные депутаты в общественных рейдах, в сетевых магазинах на наличие в продаже просроченных продуктов и нарушение правил торговли, в транспорте по выявлению недобросовестных перевозчиков. Кстати, это одно из приоритетных направлений работы в году текущем. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Продолжение следует...